Дорогие друзья нашего канала! Сегодняшний ролик мы посвящаем одной из самых известных групп драгоценных камней берилов. Драгоценные камни объединяются в группу берилов из-за единой химической формулы. Они являются силикатами бериллия и алюминия, обладают единой гексагональной сингонией, сопоставимой плотностью 2,67-2,75 и твердостью от 7,5 до 8 по шкале Мооса. В то же время внутри группы из-за присутствия в минералах хромоформов химических элементов, влияющих на окраску минералов, выделяется целый ряд самостоятельных драгоценных камней. Это изумруды, аквамарины, марганиты, кашанит, собственно зеленый берил, гелиодор, биксит, рисвинг берил. Более редкие берилы имеют свои собственные местные наименования. Это Санта-Мария из Мадагаскара, маша-берил с Бразилии и другие. Гошенит, бесцветный берил, не содержащий добавок красителей, свое название получил в честь одного из мест своих находок. Город Гошен в США. Одна из самых известных и дорогих разновидностей берила, изумруд обязан своему ярко-зеленому цвету присутствием в минерале трехвалентного хрома, реже железа и ванадия, отчего оттенок изумруда меняется от ровяно-зеленого на Урале до желто-зеленого или голубато-зеленого в Бразилии. Основные места добычи изумрудов это Колумбия, Заир, Афганистан, Урал, Эфиопия, Бразилия, Индия, Мадагаскар, Танзания и Южная Африка. Практически все естественные изумруды содержат включение. Если в десятикратную луку вы не видите включение в камни, это на 99% подделка, даже если вы английская королева. Изумруды довольно хрупкие камни и требуют более осторожной носки, чем берилы остальные. Цвет является определяющим параметром в ценности изумрудов. Чем ярче и насыщеннее цвет, тем ценнее камни. Следующим минералом в группе берилов мы рассмотрим прекрасный аквамарин. Камни цвета морской воды были известны человечеству с глубокой древности. Этому голубому цвету мы обязаны двухвалентному железу, а зеленоватый оттенок возникает из-за присутствия трехвалентного железа иванадия. Железа в природе много больше, чем хрома, и берилы на земле гораздо более распространенные минералы, чем изумруды. Истинными аквамаринами считаются такие камни, чей зеленовато-голубой цвет имеет природное происхождение. Находки аквамаринов известны по всему миру. Наиболее значительные месторождения Бразилия, Пакистан, Афганистан, Урал, Китай, США, Мадагаскар. Довольно редко аквамарин встречается в Иландар-Волынском месторождении Украины. Они ценятся за очень сильный блеск, за то, что цвет не выцветает на солнце, в отличие от голубых топазов. Это прекрасный иолитный камень. Следующий в списке берилов марганит. Это розовато, реже фиолетово и оранжево окрашенная разновидность берила. Цвет обусловлен присутствием марганца. Интенсивные цвета крайне редки. Да и сам марганит встречается в мире довольно редко. Его месторождения известны на Магадагаскаре, Афганистане, Пакистане и в США. В России марганит издревле называли воробьевитом. Из-за нежного цвета мелкие камни выглядят почти бесцветными. Оценятся только крупные образцы величиной более одного карата. В Пакистане известно единственное месторождение полихромных марганит-аквамариновых кристаллов с красивым переходом бледно-голубых цветов в розовые. Следующую разновидность берила ярко-красный пиксбиит можно отнести к уникальным редчайшим минералам, он встречается только в одном месторождении штат Аюта, США и получил свое имя в честь первооткрывателя этого камня Мэньярка биксби. Насыщенный цвет этого берила обусловлен присутствие марганца в степени окисления плюс три. Самый большой из известных ограненных биксбитов весит 3,13 тысячных карата, а камни более одного карата крайне редки. Большинство найденных кристаллов биксбита расходятся среди коллекционеров. Огранку мы вам показать не можем. Берилы для жителей бывшего СССР прежде всего ассоциируются с золотисто-желтыми и зеленовато-желтыми кристаллами гелиодоров Валдар-Волынского месторождения Украины. Окраска его обусловлена железом со степенью окисления плюс 3. Валдар-Волынские берилы образуют очень красивые кристаллы зеркальными структурами растворения на гранях. Природа как бы сама огранила эти камни, придав им прекрасный внешний вид, из-за чего многие камни идут в ювелирные изделия, не обрабатываясь, а в своей первозданной природной форме. Самый крупный берил Валдар-Волынского месторождения имеет массу 66 килограмм, а длина этого кристалла составляет 135 сантиметров. Всего за время добычи на месторождение было извлечено несколько тонн камня, которые разошлись по коллекциям всех музеев мира, тысячи частных коллекционеров и десяткам тысяч ювелирных изделий. Благодарим наших зрителей за просмотр роликов, подписывайтесь на наш канал. В фильме использовались образцы берилла из коллекции Евгения Науменко и ювелирные украшения дизайн студии К4. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ